Доброе утро у вас. У меня не утро, а еще вечер. А вы откуда? Соединенных Штатов. А вы откуда? Россия, город Барнаул, Алтайский край. Далеко. Сколько времени сейчас у вас? У нас 6.41 утра ранее. Вау, так же уже утро? Да. Доброе утро. Доброе утро. А у вас сколько времени? 19 часов 40 минут. Да вот еще начинается еще день. Но сумерки уже такие. Понемножку. Уже не вечер, еще не вечер, но сумерки. Что слышно в Барнауле? Что слышно в Барнауле? Я вот не понимаю, почему есть люди, которые верят, что земля плоская. Если у нас сейчас утро, а у вас вечер, как она может быть плоская. Понятно, что она шарообразная. И Библия об этом говорит. А есть такие люди? Ну, какой-то пустили в интернет, и многие верят это, и безумие. Я православный христианин, проповедую Христа, распятого и воскресшего. Ну, так видите. Так Христос, Христос, по-моему, проще верит в Христос. В Христа. Христос вообще, я смеюсь, знаете, ребята, я говорю, Христос вообще самый настоящий социалист. Это единственный человек, который старался людям хорошо. И без никаких споров. И никаких. Знаете, что мне самое интересное в религии? Есть Библия, да? И вот особенно в Соединенных Штатах, многие читают, изучают эту Библию очень досконально. Уроки, чтения и так далее. И каждый в этой же самой Библии находит что-то другое. В принципе, я не знаю, читают одну и ту же Библию, но вот находят другое. Мой дедушка на эту тему говорит очень просто. Библия – это очень большая книга. Я признаю только 10 заповедей. Все. Это моя Библия. Больше ничего не надо. Остальное – это для священнослужителей больше нужно. Для меня это не надо. А что там за флаг, извините за выражение, за глупый вопрос стоит? Это флаг Российской Федерации. О, извините. Я думал, что это что-то связано с сектором, с правым сектором. Мой духовный отец Игнатий Лапкин считает, что это единственный флаг на всей планете божественный. Божественный и объясняет… Ну, а что сказать? Обоснуйте, как говорите раньше. Обоснуваю. Вот красная нижняя полоса обозначает, что наша земля пропитана кровью. Братоубийственная война. Каин Авеля убил, и все это началось с грехопадения. Земля пропитана кровью человеческой людей. Обязательно, сто процентов. Согласен. Дальше. Подними глаза на небо, синяя полоса вторая, и увидишь там Иисуса Христа, который своей причистой кровью омыл человеческие грехи. И, уверовав в Него, обретешь жизнь вечную, и увидишь после своей смерти белый престол Божий. В книге Откровения он говорится, когда предстанут все на суд. Только через Иисус Христа может человек спасти свою душу. Для этого нужно от земной жизни греховной поднять свои глаза к небу. В принципе, имеет смысл то, что вы говорите. Кто его составлял, этот такой флаг, думал ли он об этом, неизвестно. Ну, да думаешь, что нет. Думаешь, что, наверное, не думали об этом. А может быть, и думали, я не знаю. Это же, по-видимому, это какой-то вообще, как российский флаг был создан. Что взято было за основу. Не знаю. Я даже этого не знаю. Не знаю. Меня смущают два орла, глядящие в разную сторону на гербе на нашем. Вот это вот птица непонятная какой-то. Зачем она нам нужна? А вот этот флаг я наш люблю. Потому что вот если так нам отражают, то... Вы знаете, я сам по вероисповеданию, я сам католик. Ну и, конечно, знаете, каждый... Расскажу вам две истории. Первая история такова. У нас, значит, ну, по-видимому, это и у вас тоже. В Соединенных Штатах ходят очень много разных религий. И, как я сказал, Библию прочитают пару страниц, больше не может запомнить. Что-то выбрит с этой одной страницы. И вот одна на этом основывается вся философия. И вот, и это вот новая религия. Ну и, знаете, там вот... Особенно такие, как Егован. Знаешь, это Егованы ходят. Не знаю, у нас в России запретили. У вас тоже, да? Ну и, конечно, все... В Свете Леговы тоже у вас под запретом? У нас нет. Нет, нет. Не запретили? Нет. Абсолютно, абсолютно. Они легально, нормально ходят и проповедуют, нормально ходят и как будто хотят новых членов в свой костел, так будем называть. Их даже секта христианская называть нельзя. Они же Христа за Бога не признают. Ну да. Я не знаю, как они называются. Может, в России их называется секта, наверное, да? Или как они называются? Ну, в России их называют тоталитарная секта. Тоталитарная... У нас это звучит где-то как... И... Секта... Не секта, а... Люди, которые верят в Егову. Вот таким, таким образом. Если так можно, значит, перевести. Значит, ну и приходят, значит, нажимают на кнопку, понимаете, да? Вот. Ну и открываешь дверь, они обычно стоят двое, три, трое или больше. ну и с книжками там разными там рекламными панфлетами и сразу начинает но я обычно не ходил к этому делу ну и ставить бывает у вас придешь с работы не очень-то доволен бывают разные там неприятности ну и вот один раз мне уже надоело это все приходят после работы и все время звонят и звонят я говорю жене подожди я сам виду я вышел я говорю здравствуйте здравствуйте нормально все они так культура ничего не начинает что я говорил что за что за причина вас вынудила прийти они говорят вот что значит мы представители этого костёва ли там верующих и главы и вот мы значит предлагаем вам прийти перейти значит на нам на нашу веру я говорю хорошо так я говорю я сам сразу заявляюсь не стесняюсь я говорю заявляю что я сам католик вот они год вот у нас очень много католиков перешли на нашу веру и так далее так далее ну горит так и хорошо говорю это вам может быть хорошо но я брюну мне так это очень плохо слышать о плохо неприятно слышать они когда почему я за так вы столько нашли предателей я говорю потому что видите вы вот как мое мнение лично я крюмок морковь я ошибаюсь но мне так кажется что вот вы сейчас пришли постучали в мою дверь и говорите что твой папа был дурак твой дедушка был дурак так вот свой прадедушка был дурак а если ты хочешь умным быть так приходи к нам вы узнаете когда мне кто-то не ставит моего дедушку и говорит что он дурной как мне хочется дать ему по морде прямо знаете они что вы что вы что вы так близко принимаете игры мы же разговариваем на тему веры готовить так договоримся чтоб не было неприятностей я говорю я полицию вызывать не буду сразу я вам по морде дам потом полицию вызвать можем сделать эксперимент я говорю видите вот тут дорога есть да вот вы по этой дороге как шли так вы можете идти дальше но если вы зайдете заходите на мою территорию я плачу за это я плачу налоги вы заходите я вас предупрежу что я не хочу вас видеть здесь ну и вот давайте решайте вопросы знаете что смешно после проходят уже сколько их лет наверное лет пять вижу и все время показывают на мой дом ни разу не зашли еще и дуэй предупреждают ну что такое ну что это за какая-то дурость но менять религию хотя признаюсь честно мой дядя был православной веры был рожден около минска и когда встретил мою тетю она была католичка то дедушка сказал хотите жениться очень хорошо женитесь но ты должен перейти на католическую веру и дядя перейти на католическую веру и дядя оказался обязательным вы знаете почему же он по морде то не дал я не пойму не пойму что я вот этого вы знаете вы знаете вы знаете вы знаете вы знаете у него не такая сильная была видать вы очень-очень близко правды потому что дедушка хотя вот так сказал и и то этот его имя было николай и хотя николай так сделал мой дядя да но он всегда думал говорил так и слушай я вот он сейчас поехал к маме там в минск я не представляю что он там будет говорить знаете а бабушка говорит так это он тебе перешел на твою веру а там он православный к вам ходит он не дурак чтоб маме сказать нашим и вашим да ну вот ну бог то в принципе один понимаете бог один а веры разные и библия одна понимает все по разному поэтому человеческие хитрости будем так говорить я не вижу ничего плохого я вы знаете я вот между прочим между прочим скажу интересную историю я вот ну если вы соединенные штаты знаете примерно мишиган я в мишигане живу и тут такое есть superior озеро называется но в принципе как байкал и температура тоже и количество воды очень большой пресс ты и так далее и очень очень такое отдаленное место от цивилизации очень отдаленно и вот однажды мы поехали женой там отдыхать что место мы едем знаете а потом уже обратно и смотрю так мне в глазах что-то заблестела золотом думаю ну мало что может какой-то от крыши отчета отбился такой знаете вот луч или что едем дальше там повороты повороты идет значит дорога около озера потом смотрю как мы называем цибульки знаете что такое как 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 вот ручки так лук такие знаете подъезжаем ближе смотрю так это как церковь откуда церковь здесь на полном отшибе там были город ближайший наверно таких сто километров знаете городов какая причем церковь еще кроме этого православность откуда тут может быть ну подъезжаем действительно церковь деревянная правда нет у меня сейчас ни фотографий ни картинок вот деревянная церковь вот смотрит стоит священнослужитель но такая ряса неправославная такая вот знаете само это оказывается это уницкая церковь которая принадлежит и главное говорится начальство этой церкви в чикаго вот ну мы начали с ними там разговаривать значит там по моему три или четыре монаха но они представились как монах но вот что интересно там я как это на таком ошибе и церковь для кого это а вот самое главное понимаете потому что ну да около дороги рядом но эта дорога очень мало людей там проезжает особенно как осенью там может летом сезон да больше а так очень мало и город куда они виды понимаете тут построен для людей я гру хорошо а кто здесь ходит в эту церковь а у него все я говорю как все они все местные жители и каждый фактически другой религии и каждый молится в этой церкви вы знаете я так подумал игру подождите но американцы так обычно деньгами не кидаются ставить это же надо сорвать содержать это же электричество и так далее а как вы содержите эту церковь вы знаете его ответ какой был а мы собираем ягоды и делаем эти варенья да собираем грибе в грибы и печем хлеб и люди прод покупают у нас имеют свою лавку открыли на другой стороне этой церкви да и продаются и вы знаете мне такая вот это будет два года назад грубо я до сих пор если я буду в тех краях я обязательно туда занят ну прекрасно и вот я к сожалению вот ну вот не видел ничего похожего в своей жизни нет но это это получается церковь предателей которые готовы ну как если бы они были не предателями у них должно быть чувство как вот у вас пришли свидетели иеговы вам у вас чувство прогнать его а здесь почему их кто их всех объединил это экуменизм чистой воды под видом да но видите это когда они приходят ко мне здесь в город а когда на отшибе а какая разница вера она и на отшибе в вашем дворе она вера везде если она у тебя есть ты будешь ее отстаивать если ее нету ты пойдешь хоть к черту на рога вот одно с вами сто процентов согласен в этом и подтверждает этого моего тестя слова со времен второй мировой войны он участвовал в войне фактически с первого дня но великое отечественное будем так говорить да правильнее до последнего дня кончил в латвии где-то там около балтийского моря и он был командиром взвода лейтенантом ну потом старшим лейтенантом но лейтенантом он говорит знаешь что говорит мы говорили как-то на тему веры да он говорит когда вот окоп и и солдаты чувствует когда будет горячо или когда немцы пойдут в атаку или же когда самим придется идти в атаку большие потери и так далее он говорит все молились и кто не умел никогда не молился все молились ну и там знаете друзья бывают мои ну как это все ну нет там же партийные были а он тогда разнервничал говорит я тебе повторяю все молились как кто мог я сейчас только ролик смотрел в Беслане когда террористы захватили больницу тоже женщина освидетельствовала говорит да все молились да беда до порога мы до Бога нет беды нам Бога к сожалению да 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 но это хорошо но вот знаете вот я я сам не русский я сам поляк по национальности но вот что то мне кажется я не знаю может быть я не прав может быть я не прав но вот то что я смотрю вот тоже здесь есть атотоксальные церкви есть сербская здесь церковь македонская выглядит они примерно то же самое примерно в принципе малое маленькое различие на снаружи но внутри может иногда немножко потому что там был почему потому что были свадебные обряды иногда знакомых там знаете и так далее приглашает так что бываю в церкви тоже вы знаете но вот мое личное мнение она какая-то так вот действительно ортодоксальная вот все-таки это жизнь ну вот теперешние она очень сильно как-то пошла не обязательно в хорошую сторону но она как-то пошла очень сильно вперед а вот а вот как будто церковь вот так как будто как вот остановилась или что вот так вот знаете я вот вижу за этим что я замечаю вот я думаю что вот россии сейчас очень нужна церковь даже может больше чем президент так настолько россии нужна церковь а вот я не знаю справится вот церковь вот вы мне скажите справится церковь церковь с этой с этой как говорится не знаю слово задача может неправильное слово с этим с этим с этой проблемой которая есть действительно в россии вот как вы думаете вы понимаете о чем я спрашиваю ну слово проблема то нет нерешенный вопрос какой нерешенный вопрос нерешенный вопрос это грех люди грешат церковь она основана иисусом христом чтобы бороться с грехом обличать его в первую очередь ну а если церковь с властью взаимосвязаны и власть спонсирует церковь то она не может спонсора своего обличать не может у нас в свое время церковь была отделена от государства вот но в 1917 году когда была революция господь начал срубать это гнилое дерево потому что народ не учили свои же православные храмы то ломали то с чего ради то они свой же народ свои же храмы христы купола ломали нет школ истинных ересь кругом одна заблуждение и больше всего этих заблуждений как раз в истинной православной церкви я католиков тоже считаю за церковь но церковь еретическая заблуждающая и не известно где больше заблуждений у нас в православии или у вас но я принадлежу к русской православной церкви за границей я московскому патриархату не подчиняюсь то есть наш митрополит он в Америке вот очень удобная позиция иначе нас бы сожрали бы свои своих сейчас идет грызня вот всех выдающихся может быть знаете миссионеров там и Владимир Головин, Андрей Кураев все свои священники их грызут почему? потому что они талантливые а другие бесталантные у одних народ их слушает там миллион подписчиков на нашем канале вот во свете Библии Игнатий Лапкин зарядите вот а те завидуют они ничего не делают и все одни борются с грехом обличают власти не боятся а другие потворствуют этой власти ну есть церковь на земле воинствующая а там на небе уже торжествующая и кто здесь воевал и побеждал грех тот будет торжествующая церковь торжествовать а кто сидел да еще и гнал своих же за проповедь ну получат возмездие от Христа а в Писании говорит что будет война Армагеддон и единственная религия христианская которая признает свое поражение то есть церковь будет физически уничтожена но не духовно Христос говорит не бойтесь убивающих тела бойтесь же того кто и тело и гиену может ввести в озеро Омниное поэтому в этом войне конечно будут большие гонения и нас всех переколошматят истинных христиан как в семнадцатом году это было одни стали служить властям бога ну безбожная власть пришла атеисты там коммунисты они стали как как бы митрополит Сергий Старогородский он подписал предательскую декларацию вот который в которой говорится что наши беды ваши беды наши радости в вашу то есть он предательскую декларацию подписал то есть он стал сотрудничать с этой безбожной властью с коммунистами истинная церковь как учила Христос она убежала в Америку как так скажем белогвардейская или что ли как ее называют церковь которая не стала с коммунистами сотрудничать просто они убежали как Христос говорит гонят вас в одном городе бегите они там и остались да они там образовали в Америке свою русскую православную церковь за границей вот потом какое то время стало объединение наших вот церквей вашей которые православные в Америке и наши вот но объединение это как бы на бумаге и нас до сих пор тоже считают юридиками своих же и раскольниками потому что тех мучеников которые убивали вот эти вот коммунисты за веру сегодняшняя церковь их не признает как за мучеников ну их убили и убили но их то убили убивали за веру то что они не хотели подчиняться безбожной власти ну как вот вы пришел к вам да пошел вон отсюда я тебе в морду дам а коммунист пришел к православному давай сотрудничать давай ты вот кто-то что на исповеди будет говорить против советской власти ты мне стучи а я не буду стучать а я тебя расстреляю ну ладно хорошо буду стучать предатель Иуда и вот эта церковь предатель Иуд сегодня она в России и только истинные и смелые люди ее обличают да невзирая на власти на деньги и на то что ну у нас в последние времена такой свободы в России не было никогда и вряд ли будет это говорит что ну последние времена наверное затишье перед бурей а буря будет да да я с вами согласен на Украине это буря уже вот там и церкви униатские уже начинают православные храмы громить там все это религиозная война настоящая Порошенко там устроил ну не дай бог конечно и как человек ходил в православный храм его государство заставляет теперь перейти к униатам то есть стать предателем иначе иначе говоря в России плохо а на Украине еще уже ну хорошо там где нас нет есть такая нету понятно понятно я понимаю поэтому вот но понимаете в России еще есть возможность воспитать детей в истинной вере а вот я не знаю как в Америке а в Европе там ну практически это невозможно то есть там в школах уже преподается разврат обязательно если знаете что я с вами не согласен знаете почему я с вами не согласен я в принципе то что вы говорите знаете почему потому что я вот смотрю как здесь вот 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 как я живу в Америке как вот есть те которые те которые бедные они может не довелось много быть и в Латинской Америке и видят это все знаете там бедные но они верующие они просто верят понимаете вот в принципе как вы говорите вот верить он верит понимаете вот верит потому что его мать верит потому что его отец верил и он вообще он он отрицает он не видит другого пути вот такая вера а вот америка она передается по наследству что ли где-то да где-то да и это и знаете что интересно вот это верующие вот это верующие где у них они они сами с происхождения или по крови как индейцы это вот одна вера а вот другая вера это например чернокожие население я говорю о бедных низших в своях населения а вот чернокожие которые предки приехали с Африки там и вот и работали на плантациях и так далее или на островах на островах Хараипского моря они тоже верят я заходил знаете в их церкви очень интересно церковь там это действительно это действительно я даже не знаю как сказать это святое место вот но там больше уже происхождения жителей жителей черной африки понимаете они отличаются между например Батинская Америка и черные острова там например такие как гамайка там Доминикана и так далее и тому подобное Гренада вот другие веры в Соединенных Штатах самих те же самые индейцы или остатки индейцев и чернокожие и эти это вера у них тоже другая но то что я говорил сказал что я вот например не согласен с вами насчет того что вот вы понимаете богатые люди обычно те которые сумели заработать деньги потому что в Америке заработать деньги это тоже нужен талант или ты должен быть хорошим рабочим или инженером нормальным там хорошим и так далее то эти люди обычно думающие люди и они прежде всего думают о своем будущем потому что зачем эти деньги что чтобы купить какую-то машину да что там машина да дом ну и что дом они думают и заботятся в будущих детях о внуках и они уже при этой вере они делают такие консервативные ну вот ортодокс консервативность это в принципе одно и то же понимаете и вот я даже смотрю вот молятся они да уже совсем другое вдохновление иначе говоря богатые верующие глубоко и бедные верующие глубоко а вот эти то что вы говорите лесбиянство хомосексуализм это все между где-то болтается между этим и этим потому что бедный он не имеет времени или денег или чего-то быть лесбиянкой и хомосексуалистом ему раз что ему папа не разрешит и мама или брат морду набьет в большой семье это невозможно в богатой семье в принципе тоже нет это ты можешь быть в холливуде там где там извините за выражение пидорастов половина там лесбиянок там это модно а вот все таки те которые руководят государством там такого нет в европе не знаю не буду спорить не буду говорить за европу там наверное больше может выправы но вот то что я смотрю в америке не проходит не проходит не проходит поставить его для примера вам скажу вот я говорил с одним израильтянам и он говорит я скажи ты сам с россией он говорит да я говорю скажи что тебя больше всего удивило как ты приехал в израиль он говорит что мне сказал он говорит в россии все рубашки вот так рвали мы за родину добыть и борду порвем побьем и так далее а он говорит а когда я приехал в израиль я открываю шкаф своего сына там автомат стоит с магазинами и когда надо в моей дочке тоже это автомат и когда надо они ну надо оборонять израиль и так далее он берет автомат он идет оборонять нормально спокойно понимаете вот хорошо я вот разговаривал с одним с одним историком он мне говорит такое дело он говорит смотри вот допустим 200-300 лет тому назад были же большие войны и так далее и шли такая-то деревня например 50 там например дворов да будем говорить большая деревня да там люди земледельцы они знают как землю пахать как урожай собирать как улей разводить и так далее и так далее но они же не войны да и сейчас на их деревню сигнал что идут войны профессиональные войны ну которые там 20-30 лет может уже с коня не слазят в вою не важно кто или монголы там или татар или там еще кто-то понимает не важно идут на деревню да ну говорит мужики выходят эти землеробы выходят перед перед этой деревней они будут драться они знают что они уже проиграет они уже знают заранее но они кого это обороняют об они обороняют своих детей своих родителей своих жён потому что если 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 они проиграют тут зайдут в эту деревню стариков убьют побьют детей там возьмет в плен жены изнасилуют тогда это уже исход ясен и понятен и он говорит вот видишь смотри видишь какой патриотизм вот это патриотизм охранять себя охранять свою семью охранять свой двор почему тогда же был еврейский народ в оккупации у римлян и они во Христе видели мессию освободителя от этого римского огнёта и когда он въехал в Иерусалим не на воинствующем коне а на осле они на следующий день кричали ему распни распни а перед этим Ассанна царь Израилев они видели в нём патриота но они в нём разочаровались и поэтому распяли поэтому я когда речь идёт о патриотизме я говорю я когда вот видят мой флаг и патриоты начинают там на Путина да что он Путин плохого сделал в другой стране живёте как он вам может чем-то навредить да никак вы нам санкции всякие выставляете да мы то чё там да ну и я говорю я патриот но я патриот отечества небесного меня придут убивать я подставлю голову если Господь мне даст эту силу и скажу я Господь учил не воздавайте зло на зло я мученик буду мне ещё фраза Путина понравилась то есть когда вот это сейчас между нашими странами то идёт вот это мерение пиписками то у кого ракетов больше если вы нам ну как бы ударите ядерный взрыв мы будем мучениками но там система то что обратно ракеты полетят а вы сдохнете американцы я я не согласен с этим выражением мы в таком случае мы мучениками не будем потому что Господь говорит не мстите за себя возлюбленные а тут уже заранее заложена месть то есть если на ракета к нам в Россию с Америки прилетит мы все погибнем и вы тоже обратно ну уже ничего не сделаешь так я не знаю это нет мы мы мучениками только в том случае если мы будем молиться за мучителей как Христос говорит прости им Господи ибо не ведают что творят летят ракеты с Америки на нас в Россию перекрестились прости нам Господи им американцам что не ведают что творят и вы так же должны так Христос тогда будет мир и любовь а когда вот эта гонка вооружения ложный патриотизм который нужен государству чтобы мы друг друга грызли а они на этом деньги зарабатывали на продаже оружия того же в Израиле автоматов с магазинами зачем если вы вспомнили о Христа не нужен мне этот автомат приходите убивайте я в царство небесное пойду зачем мне защищать свою мать она тоже христианка она тоже в рай хочет пустите меня в рай убейте меня или другой вариант да я понимаю беги беги как это сделало благогвардейское тесто у них были средства которые богаты они убежали которые бедные видать ну не знаю я там не был ну тяжело видно было знаете нажито нажито сотнями лет вы не можете их винить нажито сотнями лет трудом их родителей дедов прадедов и все это бросить я извинил Писание говорит безумие что ты возьмешь собирайте себе сокровища на небе а не на земле христианского учения это не знали горе вам богатые горе вам смеющиеся ныне ибо вас плачете что эти сокровища ну передал ты детям ребенку сокровища умер ты а ребенок неверующий оказался и промотал все твое сокровище с блудницами да 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 А зачем неверующему ребенку деньги? У вас дети есть? Да, вы правы. Верующие они? Которые? Да. Ну слава Богу. У моей вот не передалась вера по наследству. Потому что у меня не было... У меня родители были безбожники. А я уверовал по Евангелию. У меня не было... Нет, у меня бабушка была верующая, она мне рассказывала о Христе. Но у нее Библия была на церковно-славянском. Мы ее с братом, помню, читали и даже хохотали. Потому что нам ничего не понятно было. Я у нее спрашивал, а кто такой? Что это за распятие? Плохие люди распяли человека. Я сразу, я еще маленький, я говорю, я никогда не буду плохим. Пообещал. Ну и что, выполнил я это? Нет. До 33 лет, пока я не принял крещение, был плохим. Что только я не вытворял. Какие-то грехи не забирал. Потом, когда уверовал по Евангелию, он стал ходить на занятия, как Игнать Тихонович Лапкин. Наш алтайский, барнургский проповедник. Кстати, он был в Америке. Сестра наша тоже в Америку замуж вышла за американца, уехала. Вот он сейчас раком заболел, молимся. Тяжело и с тремя детьми. Так они. Поэтому, когда говорят о патриотизме, и заповедь не убей, она относится не только к тем, кто хочет нас убить, но и к тем, кто хочет в ответ убивать. Нельзя убивать, не убей, все. И я вам, вот то, что вы говорите, вот не убей, не убей, я вам советую, не знаю, вы, может, этим интересовались или нет. Это для общего развития вашего и для аргументации, может быть. Будет, я думаю, что очень вам полезно. Это такие Менониты. Знаете, кто это? Менониты. И Амиши. Это, между прочим, очень сильно связано с Россией. И с Америкой. Геннадий Фаст, может быть, слышали вы это имя? Он Менонит, сейчас православный батюшка. Обратился в доме Игнатия Лапкина в православие. Бывший Менонит. Сейчас православный батюшка, священник, благослов. Очень много у него проповедей и книг литературы. Я лично... Так вот, знаете, мне что заинтересовало? Мне заинтересовало... Я просто... Ну, как вам сказать? Они на севере Мишигана, вот здесь. Они живут. Они живут много где. Но я знаю тех, которые живут там около нас. Во-первых, что они земледельцы. И вот почему я вспомнил о них, вот когда вы беседовали, мы сейчас говорили бы. О том, что вот не воевать. Вот это вот может быть такое, как... Да, 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 но... Видите, у них сама Менонитская, это Амишов Религия, она происходила из немецкого города Лайпци, в окрестности. Это восточная Германия. Оттуда был Мартин Лютер. Мартин Лютер. И он расколол как будто церковь. Они как будто расколол... И у нее... Удалось ему это? Да. И вот там его книги, которые были написаны им. Ну, может, там не им, а... Может, там десятые переписи там, знаете. Но, в принципе, очень старые. Вот эти вот Менониты, они... Были, как они себя считают, истинные проповедники вот этой религии. Мартина Лютера. И вот их очень много, их очень много старались прижать, выгнать земель. Их выгнали, так они появились в России. Но очень интересно, мне понравилось у них, потому что я работал с ними. Ну, и, конечно, когда работаешь, тогда и беседуешь, и, знаете. А если интересно, то задаешь вопросы, и похоже, и дальше, и дальше. И вот что интересно у них? Вот что мне понравилось у них? Импонирует, может быть. Вот у них какая, например, вот, например, земля довольно дорогая в Америке, да? Ну, а вот у них там молодой, например, парень там женился, ему нужна земля. Ну, надо обрабатывать ее, правильно? Значит, они в общем вот этим, я не знаю, ну, комьюнити, как там называется, я не знаю, как назвать, приходом, может быть, да? Они собираются, и вот ты уже имеешь эту землю. Потом ты там рассчитываешь, отдаешь эти деньги. Там вот это уже детали, понимаете? Ну, в принципе, тебе нужно дом построить. Они собираются, они строят тебе дом. Как они там эти финансовые вопросы, я не знаю, но это делается, чтобы ты нормально. Они не пьющие, не курящие, абсолютно. Очень простые в одежде, очень простые в питании. Стараются некоторые, никакого электричества абсолютно. Никакого транспорта автомобилей. Вот, вот такие похожие вещи. Вы знаете, что еще интересно? Вот как они ведут, ведут, значит, они беспоповцы, так называемые. У них как такого нету. Они избирают своего, ну, проповедника будем так, назовем проповедником, да? Избирают. Я говорю, кого вы избираете? Кто это? Я говорю, кто это? А вот его ответ был очень-очень интересен. Он говорит, богатого. Я говорю, а под... Да послушайте. Я говорю, богатого? Почему богатого? А он говорит, а что бедный нас может научить? Понимаете, вот аргументация в корне такая крылатая, простая, понимаете? Но доходчивая. Смотрите дальше, хорошо. Ну, вот мы говорим, они приезжают, например, их много было на Украине, много, наверное, где-то вот в южных этих регионах. Я не знаю о Барнауле, но их называли обычно немцами. Все в России. Ну, потому что просто никто-то не заглублялся много, что так и так далее. Ну, просто потом уже немцы, немцы, немцы. И вот в основном очень многие вернулись, очень многие вернулись в Германию сейчас тоже. Но это не немцы. Но это не немцы. Их выгнали с Германии за нетолерантность, понимаете, к немцам. И они это говорят. И они это говорят. Говорят, ну что, раз выгнали немцы, сейчас должны в Германию ехать, да? Ну, мы все равно не сдадимся. А разговаривают, о, разговаривают на старо-немецком языке. Не, ну, знают английский, конечно. Конечно, великолепно все. Но старый немецкий язык могут понять, что немцы говорят. Но на их языке не будут разговаривать. А выгнали из Германии за нетолерантность к чему? К окружающим религиям и окружающим обиходами. Ну, люди, там другие поверили, модернизировали эту религию, а они нет. Так вы знаете, насколько надо быть нетолерантным, чтобы тебя выгнали из страны? Почему вас из Америки не выгоняют за нетолерантность к свидетелям иеговым? Меня? Ну да, вы же нетолерантны. Меня? Вы морду хотите им засветить? Ну так это за предательство. Он обижает моего дедушку? А что? А вы разрешите обижать вашу дедушку? Ну это другое, но это красиво, но неверно. Я не знаю, я не богослужитель, но я вас своего дедушку уважаю. Ну как это можно сказать? Он не знает моего дедушку, он говорит, что вам дедушка дурак. Правь это правильный? Это же были язычники, апостол Павел. Но еще может не дурак. Они говорят, что может не дурак, может и дурак. Бабушка всегда говорила дедушке, что ты дурак. Бабушка говорила, так это бабушке разрешалось, а не какого-то свидетеля Иеговии, который пришел. Павел приходил к язычникам и поведовал им истинного Бога. Он же тоже своего рода как бы говорил, что ваши дедушки дураки, они поклоняются тварями со Творца. Поставили памятник невиданным. Ну я бы, если бы я был язычником, я бы дам им по морде. Если бы она побивали камнями тогда-то тоже, когда они... А ну видите, значит все правильно. И апостол Павел гнал церковь, пока ему свет с ним не осиял. Он тоже был нетолерантный к истинной вере. И Христос говорит, он всегда, что гнали меня, будут гнать и вас. Ученик не больше учителя. Правильно, правильно говорит. Но если ты отстаиваешь истинную веру, и тебя никто не гонит, ты видишь, светили иголы-то всегда с тебя пальцем теперь тычут и идут в твой дом. Вот он нетолерантный, он хотел нам воно... Не, но я, вы это доказываете, знаете, почему это толерантно доказывается? Что вот у нас интернет хорошо работает, и мы не отключаемся. Обычно с больших расстояний он отключается. Вот это, это, и как говорят, истину глаголите, понимаете? Правильно говорите. Да, еще это интернета не было написано. И проповедано будет всей Евангелие по всей земле. 12 человек, 12 апостолов. Как можно по всей земле? Как можно, как можно в какую-то гвинею? Пойду я сейчас поеду, это мне надо машину, корабль. Как? А вот как? Вот интернет, спутники. Вот как, ну да. Ну вот, пожалуйста, вот пример. Вы сидите, вы сидите, понимаете, неизвестно где, да. Я в другом конце, друг к другу, сидим вроде бы нормально, а на самом деле 180 градусов. Говорят, придумал какой-то мальчишка, двоечник, 14-летний, и разбогачал на этом. Господь взял немудрое миро сего. Ну, как двоечник может придумать, такой в школе не учился. Однако, однако, почему-то делает такие люди. Все правильно. Все правильно. Спасибо вам большое. Успехов вам и всего самого хорошего. И встречи нормальных людей. А не этих полуголых. Я тут не знаю, что с этим, с гомосексуалистом общался. Ну, черт натуральный. Я на своем канале выставил. Ну, у меня было же впечатление, конечно, как я его терпел. Это вообще... Он сидит мне в экран, предлагает... Скажите, вы, наверное, пару ночей не спали. Я говорю, что он может куда-то сходить, очиститься от этой скверли. Я говорю, покайся, говорю. Еще чего. Потом я, когда молитву начал читать, смотрю, его прям корешно. Но он не раскаянный уже. Все. Еще чего. Говорит, не буду я каять. Вы знаете, это может быть полезно, что вы делаете, но это очень для здоровья нехорошо. Посмотрите, канал «Восвете Библии» Игнатия Лавкина. Очень много таких роликов, вот таких бесед, как мы с вами. Очень душеполезные беседы. Я думаю, что это нормально. Я думаю, что это нормально. Это всегда люди, когда говорят, это полезно. Будьте здоровы. Счастливо вам. Давайте.